Американская поп-исполнительница Бейонсе в этом году заняла первую позицию списка из сотни самых успешных знаменитостей мира по версии журнала Forbes. Вторую строку отдали баскетболисту НБА Леброну Джеймсу, а на третьей расположился продюсер и рэпер Доктор Дре. В прошлом году список возглавила знаменитая телеведущая Опра Уинфри, теперь же она опустилась на четвёртую ступень. По некоторым оценкам, за последние 12 месяцев Бейонсе заработала 115 миллионов долларов. Она также выпустила серию музыкальных супер-хитов. Основные средства поступили в карман звезды от концертного тура, который включил 95 выступлений. За каждое из них певицы платили около 2,5 миллионов долларов. Кроме того, поп-исполнительница также получила доход от своей линии одежды, а на прошлой неделе начала концертный тур со своим мужем. Кстати, супругу Бейонсе, рэпера Джей Зи, поместили на шестую ступень списка. Ариана и Кэти Перри заняли, соответственно, восьмую и девятую. Бейонсе не находится в числе тех, кто за год заработал больше всего денег. Однако её всё равно поставили во главе списка, благодаря её присутствию в СМИ, а также в социальных сетях. Что касается 29-летнего баскетболиста Леброна Джеймса, то он за год заработал около 72 миллионов долларов. Но самым впечатляющим можно назвать взлёт доктора Дре. В 2014 году его состояние пополнилось на 620 миллионов долларов. На третью позицию он переместился с 63 в 2013 году. Таким образом, за 12 месяцев он заработал больше, чем любая другая знаменитость в истории этого списка. Свой ежегодный рейтинг Forbes составляет, учитывая доходы звёзд от туров, продажи книг, контрактов, продажи товаров, создание фильмов или гонораров. Слава и власть определяются тем, как часто звёзды появляются в СМИ и какое влияние они оказывают на индустрию развлечений и культуру. Forbes также учитывает популярность того или иного человека в Facebook, Twitter или на канале YouTube. В этом году в список не попали такие знаменитости, как Мадонна, Дэвид Бэкхэм, Кристин Стюарт, Шарлиз Терон, Дональд Трамп, Олег Болдуин, Том Круз и Адам Сэндлер.